В Монако подводят итоги года России. В 2015-м жители княжества смогли познакомиться с вступлениями наших музыкантов, увидеть работу прославленных художников, но особое внимание было приковано к русскому балету. Репортаж Яна Подзюбан. Искусственный снег и матрешки в рождественских гирляндах. На Лазурном берегу русская деревня. Так в солнечном Монако провожают год России. Небывалое событие в истории княжества. Целый год посвящен одной стране. Альберт Второй, страстный поклонник всего русского. Он приезжал в Москву, на Сочинскую Олимпиаду. Тогда князь и пожелал, чтобы к его подданным Россия стала ближе. Объявляю год России в Монако открытым. Год назад на торжественном открытии вся княжеская семья. В знаменитом форуме Гримальди полный зал. В Монако этого события ждали концерты Гергева, Башмета, выставки работ Шагала, Малевича и артисты Большого Тима. Украшением строптива открывался год России. Тогда из Москвы приехал спектакль, которого не должно было быть. Постановка знаменитого хореографа Жанна Кристофа Майо. Его мечтали заполучить лучшие театры мира. Но он 20 лет хранил верность своей труппе. И сделал исключение только для одного театра. Большого. Не просто спектакль украшения строптивы. Большого театра, а в постановке Жанна Кристофа Майо, который является любимцем, является гордостью Монако. В эти новогодние дни на сцене вновь солисты Большого. Но на этот раз балетны труппы Монте-Карло. В Монако, как и в Москве, по традиции щелкунчик. Но сейчас герой Гофмана рассказывает другую сказку. Историю княжеской труппы. Утомительные занятия, счастье творчества, громкие премьеры. И то, как в театр пришел сам хореограф Майо, и то, как принцесса Каролина покровительствует сцене уже 30 лет. Перед зрителями история большой любви к искусству. Главные роли у российских артистов. И на этот раз Жан Кристоф Майо пригласил их сам. Весь второй акт – история моей любви к звездам Большого. О том, как ребята пришли в нашу труппу и стали частью семьи. Теперь даже считаю их немножечко своими артистами. В работе над техникой самокритики больше, чем замечания мастера. На репетициях смех громче, чем команда хореографа. Артисты говорят, быть в труппе здесь – все равно, что жить в семье. Чтобы все было дотянуто, стопы, чтобы это было по позициям. Все, что у вас есть, как вы выучились, всякие вот эти элементы, оно должно прилагаться к танцу, а не наоборот. Наследники традиций Дягилева, так считает сам хореограф Майо. Монако было штаб-квартирой русской труппы. Вот здесь, в правом крыле казино – репетиционная база. Дягилев стал частью истории княжества, в котором есть и площадь его имени, и аллея. Возродить русский сезон мечтала еще Грейс Келли. Вполне естественно, ее дочь, принцесса Каролина, занималась у станка. Но мечтой принцессы стала не сцена, а собственный театр, для которого вместе с Майо они нашли воистину королевские сокровища. В подвалах казино мы нашли костюмы труппы Дягилева и сделали реконструкцию его постановок. Таких как Шахерезада, Петрушка, Жарптица. Я сказала Майо, Дягилев создал то, что до сих пор помнит весь мир. Ты должен сделать что-то в его духе, великое, но при этом нечто новое. Если бы Дягилев жил сегодня, он бы сказал, Дягилев – это, конечно, хорошо, но пора идти дальше. У него было очень тонкое ощущение культуры и искусства. Знаменитый на всю Европу театр с гордостью подчеркивает он хранитель русских традиций и показывает в новом проекте. Хореограф Майо решил вернуться в Москву. Украшение строптивы он готовит к трансляции во всех кинотеатрах мира уже в конце января.